Крещенским морозам ивановские коммунальщики оказались готовы. Температура на улице не критическая, но все-таки низкая. 23-я котельная отапливает сортировку. Минувшим летом один котел здесь был отремонтирован капитально. И по сути сейчас он проходит первое боевое крещение серьезными морозами. И пока успешно. Для того, чтобы горожане не мерзли в своих квартирах, в последние дни котельная увеличила свои мощности. Поднимали, да, поднимали, конечно. В зависимости от температуры наружного воздуха. У нас есть диспетчерская служба, которая задает температуру в теплосети. Держали и на минус 20, держали и на минус 15. Все зависит от наружного воздуха. Глава администрации Александр Кузьмичев в понедельник котельные сортировки проверил лично. 23-я котельная отапливает 143 жилых дома, детские сады и школы. А вот 19-я котельная, которая расположена практически через дорогу, отапливает только один многоквартирный дом. Львиную долю своего тепла объект отдает молодым мамам и малышам. Котельная отапливает не и материнство, и детство. Все эти выходные тоже был на работе, контролировали всю систему теплоснажения города. На выходе с ТЭЦ температура теплоносителя достигала 115 градусов. На таких котельных она достигала 90 градусов. В случае усиления морозов есть возможность увеличить температуру теплоносителя и на этой котельной, и на второй котельной, которую мы с вами посмотрели, до 115 градусов. Видимо, не зря Александр Кузьмичев остался без выходных и лично контролировал работу системы городского теплоснабжения. Жалоб на холодные квартиры от ивановцев в последние дни не поступало.